В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Вуслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Спортсмены и сотрудники видновской мотобольной команды «Металлург» прошли вакцинацию в мобильном прививочном пункте. Документы заполнил, фамилию заполнил, две секунды получил. Инспекторы территориального отдела номер 25 Госадомтехнадзора Московской области провели рейд по контейнерным площадкам. По улице Черняховского мы зафиксировали 4 правонарушения, составлено 4 акта. Безопасность дорожного движения в Расторгуевской части города. На комиссии по безопасности дорожного движения поработали вопросы об установке дополнительных дублирующих знаков перед Расторгуевским туннелем. Прививочная кампания в Ленинском городском округе набирает обороты и наибольшей популярностью по-прежнему пользуются мобильные пункты вакцинации. Это неудивительно, сюда можно прийти в удобное время без предварительной записи. Так поступили спортсмены и сотрудники видновской мотобольной команды «Металлург». Компанию им составил Максим Козлов. Более ста человек ежедневно прививаются в мобильном пункте в торговом центре «Лента» на Старой Нагорной улице. И уже к моменту открытия у дверей довольно людно. Сегодня получить прививку от коронавируса пришли спортсмены и сотрудники мотобольной команды «Металлург». Всплеск пошел опять сильный и чемпионат продолжается. И как раз у нас сейчас до первой серьезной игры есть время, чтобы потом восстановиться сразу тоже после прививки же нельзя. Поэтому есть время, чтобы восстановиться и решили все-таки сделать. В самом разгаре чемпионат России по мотоболу. У спортсменов жесткий график, тренировок и игр. И все же руководство клуба «Металлург» приняло решение о вакцинации. Одним из первых привился капитан команды Владимир Сосницкий. По правилам три дня мы подождем ближе к выходным, а с понедельника начнем также занятия, приступим к тренировкам. Ну сейчас вообще сама процедура есть, какие-то неприятные ощущения? Да нет, все нормально, все по правилам. Документы заполнил, фамилию заполнил, две секунды получил. Действительно, на прием одного человека уходит несколько минут. Как выясняется, прививка не внесет каких-то особых корректив в расписание тренировок мотоболистов. А для спортсменов какие-то есть ограничения в связи с... Тяжелые физические нагрузки ограничивают. Ну а так в целом чего избегать? Избегать посещения сауны, бани, горячей ванны. Всего около 20 спортсменов и сотрудников мотобольной команды «Металлург» пришли в этот день сделать прививку. И президент клуба Валерий Нефансев отмечает, что вакцинация будет продолжена. В Сосницкий сейчас звонил старший. Он в аэропорту уже привился. Кто-то уже переболел, кто-то уже привился. Я, кстати, привился еще в марте, поэтому, естественно, не все будут. Но основная масса должна привиться. Пункт вакцинации в торговом центре «Лента» на Старой Нагорной улице работает ежедневно без выходных с 11 до 14.30. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Инспекторы территориального отдела номер 25 Госадомтехнадзора Московской области совместно с сотрудниками администрации Ленинского городского округа провели рейд по пресечению сброса строительного мусора у контейнерных площадок, не предназначенных для крупногабаритных отходов. На контейнерной площадке, расположенной на улице Черняховского, бункер для строительных и крупногабаритных отходов не предусмотрен. Но жители продолжают выкидывать мусор после ремонтных работ около баков. Должен быть бункер-накопитель, в который складывается строительный мусор, крупногабаритный мусор, древесно-порубочные остатки. В данном случае здесь не предусмотрено. То есть люди по незнанию подъезжают и оставляют возле контейнерной площадки этот мусор. Сотрудники Госадомтехнадзора еженедельно проводят рейды по выявлению нарушителей, которые выкидывают мусор в неположенном для этого месте. Действующим законодательством предусмотрен административный штраф за сброс строительного мусора, крупногабаритного, древесно-порубочных остатков в неотведенном месте по статье 8.2 Кодекса административного права нарушения Российской Федерации от 1000 до 5000 рублей на физических лиц. В мероприятии принимают участие также сотрудники администрации муниципалитета. Мы стали замечать, что бачки на различных контейнерных площадках находятся в ужасном состоянии, за что несет ответственность Коширский рекоператор. И такими рейдами мы пытаемся данные нарушения пресечь. Местный житель Георгий Миносян рассказывает, что навалы строительного мусора на этой площадке не прекращаются. То есть вы считаете, что нужно уменьшить количество баков? Если уменьшить маленькую и сделать маленькую площадку, маленькую площадку не сделать. А навалов не будет, если будет маленькая площадка? Будет три контейнера вместо восьми. Не будет навалов твердокоммунальных отходов уже? Если места нету, куда они навал будут делать? В ходе рейда также были выявлены нарушения по содержанию площадки и состоянию контейнеров. По улице Черняховского мы зафиксировали четыре правонарушения, составлено четыре акта. И Каширский оператор будет вызван на комиссию. Для привлечения административной ответственности Каширскому оператору будет выдано предписание, по которому в течение 60 дней он обязан заменить мусорные контейнеры на этой площадке. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЕТВ. В Расторговской части города Видно есть сразу несколько мест, где безопасность дорожного движения находится под вопросом. Главная проблемная точка – тоннель под железной дорогой. Здесь грузовые автомобили, не рассчитав своих габаритов, часто застревают и перекрывают движение. Как борются с этой и другими проблемами, расскажет Дмитрий Книга. Автомобильный тоннель под железнодорожными путями, соединяющий Расторговскую и центральную части города Видное, часто становится местом дорожно-транспортных происшествий с участием большегрузного транспорта. Сейчас здесь установили новый ограничитель высоты для въезда в тоннель и специальные предупреждающие знаки. На комиссии по безопасности дорожного движения поработали вопрос об установке дополнительных дублирующих знаков перед Расторговским туннелем, который будет установлен по левой части. И дополнительно еще отработали со спутниками навигации, для того, чтобы в навигаторе этот проезд был закрыт для большегруза. Также пользователи социальных сетей обратили внимание, что недавно на пешеходном переходе около Расторговского парка была нанесена зебра, но уже через некоторое время полосы были закрашены. Оказалось, что дорожники немного поспешили, и этот вопрос должен пройти согласование. У нас есть решение комиссии по нанесению данного пешеходного перехода, но для того, чтобы данное решение вступило в законную силу, нам необходимо внести изменения в проект организации дорожного движения и согласовать это с ГИБДД. Кроме того, угроза безопасности дорожного движения возникает на участке дороги у магазина «Пятерочка» на Петровском проезде. Все дело в несанкционированной парковке автомобилей, расположенной рядом с торговыми объектами. После того, как люди зашли в магазин, затарились, закупились, они садятся в машину, и чтобы уехать с этого места, они вынуждены сдавать назад и перекрывать, в лучшем случае перекрывать полосу движения. Плюс ко всему пешеходы вынуждены проходить по краю проезжей части. Парковка, магазин, как бы себе сам отгородил, вот, этот вопрос мы решаем, работают эвакуационные техники, эвакуаторы, сотрудники ДПС. Значит, для того, чтобы было безопасное движение максимально. Место для парковки автомобилей должно быть перенесено. Дмитрий Книга, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Наступили долгожданные летние каникулы, но многие ребята не спешат расставаться с любимой школой, ведь на базе образовательных учреждений муниципалитета начали свою работу лагеря дневного пребывания. В одном из них, который расположен в Лопатинской школе, побывала наша съемочная группа. Лето – это самое любимое время года всех мальчишек и девчонок. На целых три месяца можно отложить учебники и школьную форму, наслаждаться теплом, солнцем и общением с друзьями. Чтобы дети смогли активно отдохнуть в этот период, при многих образовательных учреждениях открылись летние лагеря. В Лопатинской школе в этом году он организован впервые. Каждый день он очень ярок, насыщенен. У нас работают замечательные педагоги, которые очень креативные, очень веселые, замечательные, энергичные. И детям с ними, конечно, хорошо, весело и комфортно достаточно. Детский летний лагерь под названием «Альтаир» посещают 70 ребят в возрасте от 7 до 12 лет. Всего три отряда. Для каждого свой класс, где у школьников проходят занятия и развлекательные мероприятия. С детьми работают порядка 20 педагогов. С ребятами мы проводим продуктивные, интересные мероприятия и вообще дни. Каждый день у нас какой-то особенный и приурочен к чему-то. Поэтому с ребятами мы создаем разные плакаты, вы можете их увидеть на фоне. И вообще мы записываем видео, занимаемся спортом, различными мероприятиями к нам приходят, преподаватели тоже так же. Поэтому в лагере очень активная жизнь. В лагере все тщательно продумано для удобства и комфорта детей. В России организовано трехразовое питание и комнаты отдыха. Восьмилетний Рафаэль признается, что одним из плюсов такого летнего досуга – это возможность отдыхать вместе со своими школьными друзьями. Мне очень нравится в этом лагере, потому что здесь можно поблагодарить с друзьями и хорошо провести время днем. А еще плюс в лагере этом, что он в первый раз открылся в школе. Мне очень нравится, что здесь мои друзья, которые… с ними я учился в этот учебный год. Жизнь в летнем лагере дневного пребывания при Лопатинской школе насыщена яркими событиями и приятными встречами с интересными людьми. Я маму просила записать меня в лагерь. Было очень много разных вариантов, но мы хотели, чтобы было где-то рядом. Тут у меня очень много друзей. Например, Фэй и Ома. Они мои лучшие друзья. Большое внимание в Альтаире уделяют спортивным занятиям. Учитель физической культуры Сергей Башкатов рассказывает, что специально для каждой возрастной группы подбирает игры и упражнения. Сейчас очень жарко. У нас запланировали футбол, но в такую жару не хотелось бы играть, потому что очень жарко. И мы выбрали игру «Рыбаки-рыбки». Очень хорошая игра, подвижная игра, и на выносливость. Детям очень нравится. Глядя на веселые лица детей, можно с уверенностью сказать, что каникулы можно провести в школе. И получить заряд бодрости и хорошего настроения на следующий учебный год. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Они пели под пулями. Концерт под таким названием прошел в Центральной библиотеке. Для членов клуба «Дорога в жизнь» он стал дебютным. Подробнее в нашем следующем сюжете. Я помню все деревни проводы и слезы бедных матерей. Их сыновья ушли в сражения. Да так и не пришли домой. Четыре долгих года длилась Великая Отечественная война. На фронте и в тылу людей спасали песни. Они вселяли надежду и лечили душевные раны. Спустя многие годы композиция о войне все так же трогает сердце. Многие из них на сцене Центральной библиотеки исполнили участники клуба «Дорога в жизнь». Ребята с особенностями ментального развития. Клубу «Дорога в жизнь» в этом году исполнится 7 лет. Тем не менее, подобное выступление прошло впервые. С ребятами лично занимались музыканты Центра культуры совхоза имени Ленина Рустам Каблахов и Олег Кондратюк. Мы решили не давать им словесные вещи. Мы решили дать им на музыкальном уровне. Потому что именно музыкальный уровень лучше для них. Опыт Рождества, когда я рассказывала, рассказывала, рассказывала и практически в ноль. Когда мы исполнили это в песнях и сделали театр, помнят до сих пор. Учителя вышли на сцену вместе с ребятами. Рустам Каблахов впервые аккомпанировал, несмотря на 15-летний музыкальный стаж. Любовь к музыке баянисту привили в детстве. Сегодня ее зерна он сеет в юных артистах. Нам предложили с Олегом приехать в эту библиотеку города Видное и выступить. И мы с удовольствием согласились. Это и для меня опыт с точки зрения как аккомпаниатора. На сцене прозвучало много известных песен. Надежда, журавли на безымянной высоте. Участники клуба продолжат заниматься музыкой с профессионалами, а значит и радовать зрителей новыми концертами. Александра Столярова, Ольга Садовская. Видно этого. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова